На этой неделе в администрации состоялась шестая сессия Совета Славянского городского поселения. С отчетом о работе городской власти в 2014 году перед депутатами выступил глава города Александр Коновалов. Подробнее в материале моих коллег. Прошлый год для города в целом оказался успешным, отметил Александр Васильевич. Есть много положительных тенденций в экономическом развитии. Это рост инвестиций, увеличение потребительского спроса на товары и услуги, создание новых рабочих мест. 2014-й был насыщен событиями как общественной, так и культурной жизни города. Успешно работали учреждения и организации, реализовывались муниципальные программы, строились жилые дома, открывались дополнительные группы в детских садах, устанавливались детские игровые комплексы. Каждый год мы стараемся как можно больше привлечь советсославянское городское поселение. В 2014 году мы смогли поучаствовать в семи районных программах. Так, например, благодаря участию программы город получил субсидии из краевого бюджета на подготовку систем водоснабжения, водотредения, спросение синему приюту. На эти средства приобретена дополнительная специализированная техника, экскаваторы и вакуумные машины. Развитие строительной отрасли и расширение жилищного фонда – это залог эффективного развития городской экономики. Ещё несколько лет назад городская администрация совместно с районной приняли решение о необходимости создания на территории города нового микрорайона. Освоение юго-западного микрорайона начали с обустройства участков под индивидуальное жилое строительство для многодетных семей. Летом прошлого года там развернулись масштабные работы по сооружению инженерной инфраструктуры. Реализация проекта стала возможна благодаря участию в краевой целевой программе «Жилище». Территория юго-западного микрорайона сегодня единственное возможное направление для расширения границ с Лавянском углубами. Отдельное внимание мы уделяем проведению коммуникаций, электроэнергии, газа, воды, тепла, а также разработке транспортной инфраструктуры. Стоимость от них только подводящих сетей к микрорайону составила 284,8 миллиона рублей. Дороги по-прежнему остаются одной из обсуждаемых тем среди населения. В 2014 году городские власти постарались решить этот многолетний вопрос для жителей микрорайона Кубриз. Параллельно с ремонтом дороги асфальтировали тротуары. Обновили пешеходные зоны по Пионерской, Партизанской, от Школьной до Батарейной. По просьбам жителей Таманского городка появился новый тротуар по улице Отдельской между Октябрьской и Анастасиевской. Также в течение года бригады общественно-социального центра занимались строительством новых ливнестоков и реконструкцией действующих. Капитально отремонтировали ливневые канализации по улице Садовой, Полтавской, Победы, Лермонтова и другим. Новые ливнестоки появились по улицам Славянской, Осенней, Донской, Запорожской, Щёрца, Зеленского, Спортивной, Дружбы народов. Всего за год обустроенная и реконструированная более 3000 метров ливневой системы. Весна 2014 года принесла горожанам глоток свежего воздуха. Славянские озеленители принялись восстанавливать после сложной зимы клумбы, добавляя улицам яркие нотки уюта и тепла. Общая площадь зелёных насаждений в пределах городской черты сегодня 1,2 гектара. Только в 2014 году в городе было высажено почти 100 тысяч единиц цветов, 1880 кустарников, более полусотни молодых деревьев. Узорные клумбы и дизайнерские композиции сегодня – это гордость Славянска-на-Кубани. Жанна Беловол была выбрана депутатом Славянского городского поселения в прошлом году. Вот такой доступности и открытого отношения и взаимодействия с людьми, с простым народом. Одним словом сказать, у власти города Славянска-на-Кубани, как у главы района у Романа Ивановича, как у главы города у Александра Васильевича, это власть с человеческим лицом. Они знают город, они знают все проблемы. Глава Славянского района Роман Сенеговский также принял участие в сессии. Работу городской администрации он оценил положительно. Подводя итог, Александр Коновалов подчеркнул, что в этом году многое предстоит сделать. Приоритетами на 2015 год стало дальнейшее поступательное развитие экономики, участие в программах. Большая задача связана с продолжением развития юго-западного микрорайона. Строящаяся новая инженерно-коммунальная система позволит обновить коммунальные сети в большей части территории города, привлечет инвесторов для строительства жилых домов и социальных объектов, даст возможность развиваться не только одному конкретному району, но и всему городу в целом. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа События.